Кухня ЖКХ Предлагают и у нас. Максим, как это работает? Будет записываться 7 суток. Вы будете видеть, что у вас происходит во дворе. Это безопасность машины, безопасность детей. Вы будете иметь доступ. Будет иметь доступ сотрудники полиции. Вы можете контролировать своих работников, кто производит уборку. Можно вызвать с домофона службу спасения. Сама установка домофона, насколько мне известно, она бесплатна. А абонентское обслуживание, как и у обычного и у всех. Подождите, это правда? В Кирове можно поставить видеонаблюдение и не платить за это очень дорого? Как так? Все оборудование арендуется. Длинное пользование, оно будет компенсировано затраты тому лицу, кто это делает. И тем самым мы сейчас получим эту услугу, а не тогда, когда накопим. Но увеличение платы не происходит. Я платила 60 рублей, да. 60 рублей я буду платить, но только у меня все будет новое. Мы как раз сейчас планируем собрать всех своих председателей и предложить. Люди недоинформированы, что есть технологии, о которых мы начали говорить. Мы даже общались, и я поняла, что не просто не обладают такой информацией, а еще есть некое такое препятствие со стороны тех, кто должен это предлагать, но не предлагает. Брать на себя ответственность, смотреть еще и за дополнительным оборудованием не все хотят. Но теперь мы знаем, что видеонаблюдение это вообще вполне реально и доступно. Теперь вам, Максим, не умолчать об этом. Мы планируем вообще сформулировать программу определенную, выбрать партнеров, предлагать вот так раз жителям комплексную услугу, чтобы они принимали решение в общем собрании. Думаю, что мы ускорены темпами, это в ближайшие месяца три. Даже раньше, наверное, будут уже первые результаты в каком-то количестве домов. В этом очень заинтересованы и правоохранительные органы, и администрация, и мы, и сами жители. По поводу интересов жителей, правда, что жильцам можно еще и заработать на современных технологиях, на размещении вот этих вот коробок с проводами в подъездах, о чем тоже мы не знаем и чем не пользуемся. Любые провайдеры, приходя в дом, обязаны оплачивать электроэнергию, которую они используют, и обязаны оплачивать те услуги, которые им оказывает управляющая компания. Они вынуждены и ремонтировать подъезды, стыки запенивать и убирать это все. То есть это все делает управляющая компания. Только в большинстве случаев она сейчас вынуждена это делать бесплатно, а даже не бесплатно, а за счет наших жителей. Вот этого не должно происходить, поэтому мы должны принять решение на общем собрании обязать управляющую компанию, заключить обязательный договор с провайдером, который присутствует в многоквартирном доме. Есть дома, которые действительно решением общего собрания устанавливают право пользования вот этим общим имуществом провайдерам и устанавливают какую-то плату за это. Но, к сожалению, бывает такое, что управляющая компания, либо некогда заниматься этим вопросом и вылавливать провайдеров, немногие сознаются, что это их оборудование, и очень далеко не все готовы даже за это платить. Говорят, да, мы разместили, но закон вроде как бы разрешает пользоваться. К сожалению, такое есть, но практика судебная, кстати, обратная, насколько мне известно. Да, да, потому что это не их имущество. Что ж, спасибо. О технологиях мы говорили с директором Национального жилищного конгресса Татьяной Випрецкой и руководителем управляющей компании «Активкомфорт» Максимом Маньковым.